Дорогие братья и сестры, православные христиане на моря не ездят. И вот почему. Во-первых, люди, которые стараются вести духовную жизнь на практике и на опыте, знают, как такие мирские места, пляжи, суета, толкотня, беготня, насколько она негативно влияет на духовную жизнь, на молитвенные устроения человека. Человек полностью расстраивается в молитвенном и благодатном духе. Пять лет назад я свою семью вывез на море детей оздоровить, чтобы они покупались в море. Но приехав туда с молитвенным настроем, оттуда я уехал полностью опустошенным. И для себя сделал вывод, не ездить на моря никогда больше. Один мой хороший знакомый рассказывал еще такую историю. Однажды он проходил по пляжу вместе со своей семьей, и вот он ненарочно увидел лежащую девушку с обнаженной грудью, загоравшую. Потом вечером, когда он остановился на молитву, ему не раз перед глазами было и то море, и тот пляж, и все остальное, что он там видел. И молитва как-то нехорошо шла, была очень рассеяна и трудно давалась. Поэтому, братья и сестры, люди, которые берегут молитву, которые о своей душе заботятся, берегут их, как зеница ока, которые стараются жить реальной духовной жизнью, они чувствуют, какой большой вред приносит эта мирская жизнь, эти мирское море, пляжи и так дальше. А люди, которые ведут мирской образ жизни, для них одинаково. Что дома, в мирской жизни, в суете, в толкотне, что там, они большой разницы не чувствуют. Поэтому, братья и сестры, святые отцы и говорили, что для духовного человека выйти в мир, это как рыбу вынуть из воды. Вот такие вот мирские ситуации, мирские общества, пляжи и так дальше, это как рыба на суше, без воды, она задыхается и погибает. То есть, так же и духовная жизнь в таких вот местах задыхается и погибает. Братья и сестры, люди духовные это чувствуют и понимают опытом, что нельзя вести духовную жизнь, будучи в таких вот местах. Святые отцы все избегали и пляжей, и купания в море, и тому подобное. На горе Афон множество монахов, а рядышком море, пляж, но никто из них в этом море не купается. Да, есть некоторые, которые нерадивый образ жизни, те купаются. Но люди, которые ведут аскетический образ жизни, не купаются в море. Одежду или что-то другое могут еще постирать, но сами не обнажаются там и не купаются. Братья и сестры, они опытом знают, что все эти купания и пляжи негативно влияют на душу человека. Апостол Павел говорил такие слова. Помышление о плоти есть смерть, а помышление о духе есть жизнь. Поэтому если человек думает только о плотском, оздоровиться, покупаться, развлечься, отдохнуть и тому подобное, у него плотская жизнь. Даже если он и называет себя православным, но он далекий от реальной православной жизни. Только он по названию православный. И кем бы он ни был, мирянином, священником, кем бы он ни был, если он ведет мирской образ жизни, не духовные, не молитвные устроения души, он только по названию православный. На самом-то деле он далекий от истинного православного учения. Кто из святых ездил по морям? Кто из духовных отцов благоставлял такие поездки? Поэтому, братья и сестры, православные не должны в этом участвовать. Второе. То время, которое человек потратит в поездке на море, он прекрасно мог бы потратить в поездки по святым местам, в паломничество. Поэтому православные христиане не на моря ездят, а в паломничество. Можно свой отпуск разбить на две части и два раза в год по каким-то святым местам проехать и помолиться. Почему бы и нет? Братья и сестры, некоторые люди живут для своих детей. Их дома дети стали как бы какие-то идолы. Им служат, им поклоняются. Все ради угождения детей, а не ради угождения Богу. Братья и сестры, Господь Иисус Христос сказал таким людям, «Если вы любите своих детей больше, чем меня, вы недостойны меня». Поэтому посмотрите внимательно. Если вы с этим как идолом служите, значит, вы недостойны Христа. Вы не настоящие христиане. Подумайте внимательно, как Богу будет больше угодно, что вы с ребенком поехали на море, или что вы с ребенком повезли его по святым местам, помолились вместе с ним, привлекли его к духовной жизни, чтобы и вы приложились к мощам святым, к иконам чудотворным, и он тоже самое помолился. Ребенка нужно с детства приучать к духовной жизни, а не с детства приучать к жизни мирской, и увесельительной, и развлекательной. Поэтому, братья и сестры, потом и нету в этой молодежи церкви, что с детства приучили к мирской жизни. Она становится взрослой и уходит в эту мирскую рассеянную жизнь, подальше от церкви, подальше от Бога. Итак, православные не едут на моря по двум причинам. Во-первых, чтобы не потерять духовный урон, духовные расстройства, и во-вторых, чтобы это время лучше провести в паломничестве после тем местам. Конечно же, есть исключения. Например, врачи настоятельно рекомендуют ребенку или взрослому человеку морской климат. Тогда, конечно же, по благословению духовника можно и съездить на это море, чтобы отдают ребенка. Но выбирать те места, где меньше всего людей, где меньше всего этой шумной музыки, шумных компаний и тому подобное. Выбирать тихие, укромные и скромные места. И даже стараться выбирать и время купания, время на пляже, тогда, когда там поменьше людей. Братья и сестры, я знаю реальные примеры, когда дети болели, а после поездки на море им стало намного лучше. Они реально оздоровились. Поэтому, если по-медицински это нужно сделать, то, конечно же, это нужно сделать. Но если просто ради развлечения, ради отдыха, ради расслабиться от развлечься и тому подобное, то это уже грех. Итак, братья и сестры, будем всячески избегать такой мирской, нерадивой жизни. Настроим себя на молитву. Братья и сестры, призываю всех вас задуматься об этом и не ехать на моря, а лучше по святым местам. Во славу Божию. Аминь.